Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 августа и я вышла в огород, чтобы прищепнуть, обстричь все макушки и убрать все вот эти вершинные побеги, которые не успеют сформироваться. Потому что у нас в сибирском регионе все, что не сформировалось, не опылилось до 13-15 августа, оно уже не успеет сформироваться и поспеть. Но я хочу сказать, все знают, что мы верхушки прищипываем, все это всем известно, даже новичкам, я хочу рассказать сейчас не об этом. Когда я прищипываю верхушки, я прочитала это уже давно и как убедилась на своем опыте, что когда мы прищипываем вот эти макушечки, вот видите, я верхушку вот эту прищипнула, все, но мало прищипнуть верхушку, нужно убрать с наших вершинок, вот с этих, все вот эти цветы. Цветы, которые до 13-15 августа не опылились и не завязались плоды, они у нас просто-напросто не успеют по времени, и они будут только зря вытягивать, вот видите, цветочная кисть, ее как бы не жалко было, ее тоже нужно убрать, нужно отщипывать, вот с сегодняшнего дня делать прищипку, выщипывать все цветы, которые будут появляться, возможно еще где-то вот здесь, вот видите, даже еще пасынок вылезет молодой, расцветет, их нужно все убирать, чтобы растение направило все-все свои силы именно на доведение до полной зрелости хотя бы тех плодов, которые уже сформированы. Мы оставляем вот сейчас только те, которые уже сформировались, вот эти кисти идут, 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 еще вот здесь маленькие, вот на уровне глаз у меня это, наверное, уже пятая, вот эта вот кисть, она еще успеет сформироваться, потому что, видите, она уже все опылилась, завязалась и наливается. И оставляем в крайнем случае вот эти, которые совсем маленькие, но у которых уже есть помидорки. Вот эти все кисточки цветочные все убирайте, иначе созревание нижних кистей, ну это естественно, оно будет тормозиться, потому что растение очень много силы, отдает на цветение, на формирование, вот видите, столько много на макушке вот этих вот молодых, убирайте их все, даже если вот здесь уже есть помидорка, а рядом цветок, я его тоже убираю. И эта помидорка вряд ли до такого взрослого состояния сформируется и созреет. Ну ладно, я ее оставляю хотя бы, но все остальные цветы, которые вот сейчас, несмотря на то, что уже конец лета, они очень буйно все цветут, томаты, видите, почти везде есть цветы, все нужно убирать. Это поможет нам быстрее дождаться спелых плодов. И если хотя бы вот эти нижние плоды, если они хотя бы не все успеют созреть, то, так, ну эти-то созреют, это ясно, то хотя бы вот эти кисти, которые уже сформированные висят, они хотя бы нальются до того размера, которые будут отвечать сортовым характеристикам. Вы снимите их в фазе меланжевой зрелости, или в фазе молочной зрелости, или пусть даже совсем зелеными, но они хотя бы будут не мелочь, не пуговки, а крупные. Все. Вот у нас сибирский регион, у нас срок прищипок, это 15 августа. Мы все уже это знаем, ну там плюс-минус 2-3 дня, плюс-минус неделю, но все знают, что после 15 августа не стоит оставлять вот эти все цветы, все эти макушки, верхушки, все мы убираем в средней полосе России на неделю позже, потому что у вас все равно климат немного мягче. Если у нас 15 августа, то у вас 22-23. После этого срока не нужно держать на кустах цветы, не нужно вот эти макушки, которые новые пасынки образуются, макушечки, всю молодежь нужно убирать. Видите, как обильно образует в это время томат, все вот эти кисточки, все цветочки, он стоит весь в цветах, все-все в цветах. Представляете, сколько сил тратит растение на все это? Нам ничего не нужно. Единственное, что если сорт, вот, например, у меня, смотрите, вот у меня кармен, он, видите, он мелкоплодный. Их много-много-много, но они мелкие. Их вот дальше еще вот-вот образовалось. Вот где вот на уровне моих глаз еще образовалось. Вот такие томаты, которые совсем меленькие, еще можно, я допускаю, что можно макушку не общипывать, потому что им не надо наливаться много. Если вот, например, крупноплодный, до этого я была у Кенигсберга, стояла, ну и там такой, как бычий лоб, любимый праздник, общипываю однозначно. Если у вас вот такая мелочь, ну как с мелкими плодами, можно не общипывать, потому что вы понимаете, что для формирования вот этого плода ей не нужно месяц, как вот для крупных. Она сейчас раз, завязалась, она через неделю уже будет полноценный плод. Так что вы по сортам посмотрите, если у вас есть и крупноплодные, и мелкоплодные, то на мелкоплодных можно все-таки оставлять и цветочки, и макушечки. А вдруг осень будет длинная и теплая. И нас вот такие томаты еще порадуют своими плодами. Видите, они как дружно формируют вот эти вот кисточки, и все выше, выше, выше. И вот такие, и они, главное, до самого конца, и еще цветут, могут еще дать нам что-то. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я поделилась с вами о том, в какие сроки мы прищипываем, какие нужно обязательно прищипывать, а какие можно и оставить. Вот такие кистевые всякие, гроздочками, которые мелкие. Я никогда не прищипываю такие сорта, как Дебора. Он позднеспелый, он до самого конца у меня. Цветет, плоды не очень крупные, они завязываются до самых морозов. Если там на макушке замерзнут какие-то маленькие, ну и пусть, ладно. До свидания.